Гидратор, гидропак, поилка. Все это название вот такого вот простого резервуара со шлангом. Он обеспечивает комфортное потребление воды во время похода и ее сохранность за счет отсутствия воздуха. Поилка надежно фиксируется в отсеке рюкзака и не выпадает при движении. Недостатком гидропака можно отнести увеличение нагрузки на спину. Один литр весит один килограмм и это надо учитывать при сборе рюкзака. В общем гидропак незаменимая вещь в туристических походах и занятиях спорта, если только его грамотно выбрать и также грамотно использовать. Поэтому питьевую систему после каждого применения следует мыть и сушить, иначе появление налета не избежать. Гидропак заправляется только чистой водой, не заливая в него чай, молоко и соки с мякотью. Эти жидкости забивают клапан. Покупая гидратор нужно учитывать характер твоего похода и возможность пополнения запасов воды на треке. Согласись, что глупо идти среди рек и родников с полным трехлитровым гидропаком за спиной. Поэтому вот такой вот литр или полтора это оптимальный вариант. Особенно хороши прозрачные гидраторы голубого цвета. В их пластик добавляются ионы серебра, придающие ему антибактериальный эффект. Также обрати внимание на маркировку BPA-free, отсутствие токсичного бисфенола, или одобрено FDA. Я советую выбирать гидраторы с двойным способом герметизации. Крышка и защелка. Их намного легче сушить и наполнять. Обрати внимание на шланг. Он должен быть мягким и эластичным, и не создавать зажимов при изгибании. Такая трубка никогда не сломается, не треснет и не замерзнет. Клапан прямой не лучший выбор. Он сильно гнет шланг. Предпочтительное Г-образный, поскольку в меньшей степени изгибает трубку. А еще лучше клапан вращающийся. Ну а специальная крышка поможет защитить его от пыли, грязи и мелких частиц при наборе воды из водоема. Внимание! Перед тем, как сложить наполненный гидропак в рюкзак, нужно высосать из него лишний воздух, перевернув гидрокрышкой вниз. Так ты избежишь раздражающего булькания за спиной.